Красиво, правда? Жаль, что всё это не моё. У тебя такие же скромные желания, как и у меня. Твои желания всегда исполняются. Когда тебе что-то нужно, ты просто пишешь на этой вещи своё имя. Башня Бара, площадь Бара, авиакомпания Бара. Скоро будет и Санта-Бара. Санта-Бара? Нет, это уже похоже на канонизацию меня. Но уж святым тебя не назовёшь. Я сразу увидел в тебе родственную душу. Номер мистера Бара? Это из ресторана Ориент-Экспресс. Они спрашивают, держать я ещё ваш столик. Мы скоро придём. Будьте добры, подержите, он скоро будет. Отлично, умираю от голода. Ничего, несколько минут ожидания, только улучшат аппетит. А чего мы, собственно, ждём? Извините. Вы только посмотрите, капвеловские детки. Не знала, что вы знакомы с Робертом. Только понаслышке. А хотели бы познакомиться поближе. Нам нужно поговорить без свидетелей, так что прошу тебя, Джина. Вы хотите поговорить наедине? Только так. Боюсь, сейчас не получится. Мы как раз собрались ужинать в ресторан вашего прекрасного отеля. Уверяю вас, ваш столик никому не отдадут. Но нас уже и так долго ждут. Дело важное, мистер Барон. Ужин тоже важное дело. Это моя правая рука, мисс Рэнфилд. Она занимается моим расписанием. Когда у вас снова возникнет важное дело, она обязательно найдёт для вас время. Правда? Конечно. Как у вас послезавтра? Я могу вставить вас с 11 до 11.30, если вас это устроит. Меня не это тебя, Мэйсон. Тебя устраивает? Нет, конечно. Особенно вот это вставят. Как будто мы тухлая ливерная колбаса. Полагаю, мы сами договоримся о встрече. Благодарю вас. Спасибо. Как тебе это удалось? Мы единственные живые свидетели. Чего? Мэйсон растерялся. Я его таким никогда не видела. Ну вот, опять. Вы что, оглохли? Мы идём ужинать. У нас нет времени на разговоры. Мы хотим задать всего пару вопросов. Зачем вы приехали в Санта-Барбару, мистер Бар? Я столько слышал о Кэппо-лотеле, захотелось посмотреть сама. Извините, я немного туговат на ухо. Вы сказали, посмотреть или купить? Со мной это вечная история. Стоит мне зайти в продуктовый магазин, тут же ползёт слух, что я покупаю весь торговый дом. Заправляю машину, газета пишет, что я покупаю Эксон. Значит, у вас нет планов покупки нашего отеля? У меня есть свои отели, миссис Кастильо. Если бы я искал объект для капиталовложений, то обратил бы свой взор на что-нибудь покрупнее. И что это, по-твоему, значит? По-моему, он понял, что отели лишь часть Кэппел Интерпрайзеса, ему нужно всё. Вся империя. Он хочет всё. Наверное, надо напомнить ему слова великого старца. Опять ты со своим Шекспиром? Нет, это Джаггер. Мы не всегда имеем, что хотим. Не понимаю, что они волновались из-за столика. Здесь сегодня так тихо. Если хочешь, можно поехать в более людное место. Нет, здесь прекрасно кормят. Лучшего места не найти. И мне хочется посмотреть, как будут психовать Иден с Мэйсоном. Два вопроса. Мы же договорились. Да, но вы не ответили ни на один. Неужели мы поверим, что вы приехали в Санта-Барбару, чтобы посмотреть наш замечательный отель? Тем более, что у вас, как вы отметили, и свои имеются. Меня ждёт прекрасный стол, да и моя очаровательная спутница уже теряет терпение. Надеюсь, они не усядутся нам на колени. Ты здорово их отшил. Первое правило любой сделки. Пусть соперник сам к тебе придёт. Мне уже поднадоела эта игра. А тебе? Тоже. Лучше вернуться в офис и раскопать всю информацию о мистере Барри. А по дороге можно заехать в зоопарк. В зоопарк? Изучить повадки хищников. Да. Но сначала один небольшой жест. И если тот жест, о котором я думаю, я с удовольствием тебе помогу. Нет, нет, это не то, что ты думаешь. Я придумал кое-что поэлегантнее. Он всё-таки почётный гость нашего отеля. Я пошлю ему вот это в самом красивом серебряном ведёрке. Мэйсон, это же уксус. Он самый вегалый. А когда приезжаю, сама не могу понять, что мне от тебя нужно. К счастью, сегодня библиотека открыта допоздна. Позвони туда, пусть они пришлют всё, что у них есть о Роберт и Барри. За сколько лет? За 10. Газеты, журналы, всё что угодно, даже если он там лишь упомянут. Хорошо, я попробую. А мы не запираем конюшню, когда лошади уже ускакают? Думаю, своего главного хода он ещё не сделал. Чего он ждёт? Не надо ничего читать, чтобы понять, что он любит покрасоваться. Ему нравится потянуть игру. Или так. Или он просто осторожничает, потому что уже пробовал, и у него не получилось. С Кэппл Энтерпрайзис? Отец должен знать. Иден, не будем вмешивать отца. А вдруг это давняя история, тогда он должен знать. Если ты произнесёшь имя Роберта Барра, он тут же что-нибудь вспомнит. Не будем рисковать. Неужели я не смогу выудить у отца нужную информацию, не говоря ему, что замышляет Барр? Я же не хочу вызвать у него ещё один приступ. Ну, конечно же, просто я не хочу, чтобы отец... Извините, я позвонила в библиотеку. И что? Вся информация о мистере Барри уже взята Джиной Тиммонс. Надеюсь, тебе всё понятно, Мэйсон? Я передам отцу привет от тебя. Прости, что с библиотекой так вышло. Могу я ещё чем-то помочь? Да, позвони в Ориент Экспресс и закажи что-нибудь вкусненькое. Если уж нам суждено просидеть здесь всю ночь, так пусть хоть не без удовольствия. Ты права, кормят здесь прекрасно. И вино должно быть хорошее, его недавно завезли. А здесь что, нет винного официанта, чтобы открыть нам бутылку? Это нехорошо. В твоём отеле такого быть не может. Что случилось? Видимо, кто-то пошутил. Здесь записка. Это чтобы сравнять счёт. Не забывайте, сладкое надо заедать горьким. МЛК. Мэйсон Кэпбелл. Один ноль в пользу хозяйств. Тебя это забавляет. Мы едва не выпили уксуса, а тебе весело. В жизни надо уметь видеть смешное, Джина. Поэтому я сейчас с тобой. Спасибо. Меня часто спрашивают, как я стал таким удачливым бизнесменом. А я иногда думаю, что это от того, что я умею чего-то не замечать. Вот и всё. Всё дело в правильном сочетании работы и отдыха. Большинство людей не умеют веселиться. Ну, я не из таких. Заказ мистера Кэппула сейчас будет готов. Может, пока что-нибудь выпьете? Бокал вина? Нет, спасибо. Ничего не надо. Всё хорошо. Ну, как? Неплохо. Для стиля давным-давно почившего. Впрочем, я не такая старуха, чтобы в этом разбираться. Я спрашиваю про даму. Как она тебе? Красивая. К чертям пустые похвалы. И умная. Насчёт где чего ухватить. Ей бы ещё немножко воспитания. Всё сразу не бывает. Как ты смеешь шпионить за мной? Я не шпионю, Джина. Я хочу уберечь тебя. Да уж, конечно. Беспощадность бара известна. Таких рыбёшек, как ты, он ест на завтрак. Он здесь остановился не из-за завтраков. А потому что я умею вести себя с такими людьми. Они так привыкли получать всё, что хотят, что чуть что выходит из себя. Но я сумею приручить его, так что он будет есть у меня с руки. Язык этой женщины, её злейший враг и наш лучший друг. Держу пари Мэйсон Кэппелл, сейчас у неё качает информацию. А что она знает? Только то, что и дал равно стать известно Кэппеллом. Ты вламываешься в мой дом, и я должна тебе ещё что-то говорить? Я не вламываюсь, Джина. У меня сохранился ключ с брежных времён. С дурных времён. В доме до сих пор пахнет перегаром. Только один вопрос, и я уйду. Зачем Роберт Барр приехал в Санта-Барбару? Ты это знаешь. Вы с Эддом испугались. Ещё бы. Если уж Роберт Барр решил завладеть компанией, он ею завладеет. Даже если это священная Кэппелл Энтерпрайзис. Видимо, Мэйсон Кэппелл. Ты один? Или она отсыпается после дорогого шампанского? О чём ты говоришь? Ты же знаешь, Рэнфилд не пьёт. Не смешно, Роберт. Ты не боишься появляться в обществе с женщиной настолько сексуально озаботенной, что на неё уставился весь ресторан? Ну, один-то точно уставился. А ты что, следила за мной? Я выполняла поручение Мэйсона. Но если ты будешь джинной, я всё брошу. Лиза, не будем сейчас это обсуждать. Прошу тебя. Я не уйду. Неужели ты хочешь, чтобы Мэйсон увидел тебя здесь? Мэйсон? Да, он, вероятно, сейчас поднимется сюда. Врёшь. Не стоит искушать судьбу. Вдруг я говорю правду. Тогда ведь тебе придётся долго объясняться с ним. Ну вот. Боже. Иди в другую комнату. И, Бога ради, не раскрывай рта. Я знаю ответ на вопрос, заданный моей сестрой. В общем-то, у нас и с самого начала особых сомнений не было, но всегда полезно получить подтверждение. Чего? Вам нужна Кэппл Энтерпрайзис, Барр, и не отпирайтесь. Кто вам это сказал? Ваша подружка. Чёртова джина. Как я мог довериться такой женщине? Не надо, Барр. Вы использовали её, чтобы завлечь меня сюда, сказав ей кое-что для передачи мне. Главное правило игры — отрицай очевидное.